Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Генри Джеймса. Генри Джеймс принадлежал к числу известных американских писателей и стал автором 20 романов, сотни рассказов и 12 пьес. Его произведения в классическом стиле, а также предшествующие модернизму работы, часто становятся экранизациями и вызывают читательский интерес. Генри Джеймс родился в Нью-Йорке 15 апреля 1843 года в семье выходцев из Европы, носителей ирландских и шотландских корней. Его мать, имевшая состояние, воспитывала многочисленное потомство, а отец, наследник банкира, увлекался философией и религией. Прославившись как богослов и оратор, глава семьи часто ездил в Европу и посещал Женеву, и Лондон в сопровождении жены и детей. Поэтому начальным образованием мальчика занимались частные репетиторы, и его способности с раннего возраста восхищали учителей. В детстве Генри, страдавший заиканием, проникся культурной атмосферой Парижа и чудом избавился от речевого недостатка, выучив французский язык. С тех пор он в оригинале читал книги Бальзака и других французских писателей. В начале 1860-х годов старший брат Джеймса, будущий психолог, поступил в университет Бостона, и вся семья переехала к нему. Генри устроили в школу право, но он нашел скучно эту дисциплину и, сделав первые шаги в самостоятельной биографии, начал обучаться писательскому мастерству. Подружившись с литераторами и критиками, юноша создал текст театральной постановки, а потом появился рассказ «Трагедия ошибок», и подающего надежды автора пригласили писать материалы по заказу журналов и газет. Заработав деньги на книжных обзорах, Генри отправился путешествовать по Европе и познакомился с такими творцами, как Чарльз Диккенс и Джордж Эллиот. А потом он поселился в Лондоне и начал писать женские романы, но в то время издатели не печатали ни одну из работ автора. В 1870-е годы Джеймс был членом джентльменских клубов и читал собственные произведения в кругу знакомых и друзей. В итоге английская редакторская компания выпустила роман «Родерик Хадсон», который критики и читатели сошли с занимательной историей. Работая в жанре реалистической прозы, Генри стал последователем Флабера. Чтобы хоть как-то быть ближе к своему литературному кумиру, он переехал из Лондона в Париж. Там он подружился с писателями Эмилем Золя и Тургеневым. И после публикации ряда произведений утвердил в Европе американский престиж. Творчество этого классического периода состояло из серии любовных произведений. Вашингтонская площадь, Дэйзи Миллер, Уверенность и Женский портрет. А потом писательское внимание переключилось на изучение прогрессивных явлений. И это привело к острому кризису, который длился на протяжении пяти лет. Несмотря на это, библиография Джеймса пополнилась такими сочинениями, как «Бостонцы», «Трагическая муза», «Поворот винта». В них автор поднимал вопросы социальной и общественной революции, а также взаимопроникновения и противостояния культур старого и нового света. В попытках добиться успеха у читателей автор занялся драматургией, но публика не оценила ни одну из поставленных пьес. Однако эти литературные эксперименты помогли формированию нового стиля, благодаря которому Генри раздумал ставить на собственном творчестве «Крест». Книги, опубликованные в 1900-е годы, отличались минимум персонажей, а также психологизмом и драматичностью, насквозь пронизывающим запутанным сюжетом. Язык диалогов и художественных описаний стал насыщаться сложными конструкциями, которые досконально передавали внешний вид, запах, звук и цвет. Это пришлось по вкусу критикам, превозносившим поздние книги автора и выделявшим такие произведения, как «Крылья голубки» и «Послы». Благодаря отзывам авторитетных специалистов Генри и Джеймса узнали во всем мире. И знаменитые кинематографисты сделали из романов художественные фильмы. 28 февраля 1916 года в английских и американских газетах написали, что скончался писатель Генри Джеймс. Причиной смерти известного писателя стали нарушение мозгового кровообращения и инсульт. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok